Украинский состав, практически украинский состав команды Pro 100, но начало не самое лучшее. Никельбэк, два минуса, Колди отвечает только одним и серьезные проблемы у спирит в этой пистолетке. Буквально по улице пронеслись на ноге игроки Pro 100 и получили очень серьезное преимущество. Откидывается флешка в пристройку, тут есть в окне софик, это может быть опасно. Хорош, с P250 Никельбэк, который уже оформляет квадрокилл. Это эйс. По минусу это 3 в 3, но вот здесь нужны те самые стальные шары. Ванечка, шары нужны действительно, забрали все-таки бомбу, Никельбэк здесь просматривает пристройку. Вот он Ванечка, а второго не читает, а там в раздевалке слева оппонент, которого он просто не ждет. Это был Чоппер, который делает фраг по Айвону, Никельбэк один против четверых. Есть информация по одному игроку, откидывает он молотов, меняет свое расположение Чоппер. Очень удачно он скрутил ногу в антапами, Никельбэк забирает Сотфика и в упор. Два по 250, две ЦЗшки, один Дигл, по раскидке все хорошо и есть первые успехи. Просто врывается на рампы и Киндер забирает Айдис Бэланса. Ну как-то не пошло по спрею вообще, по стильбе у Айдис Бэланса. Ну и теперь небольшое затишье на рампе. Чоппер, его могут не отпустить, как же не летит у Чоппера, он все-таки справляется с двумя, с тремя возможно сейчас. Леня включается в этом моменте, делает трипл килл, находясь в конкурсе. Сотфик, я так понимаю, на рампе нашел своего оппонента. Ну, кстати, позиции у Спирита выглядят пока что очень даже интересно. И если Кинзор проиграет перестрелку Чопперу, ну все это может закончиться настоящей трагедией. Я вот не могу понять, почему так много флешек и никто их не кидает при заходе на плент. В итоге, да, действительно, есть размен в плюс, но и Киндер тут же восстанавливает для себя преимущество. Ну и Сотфик попытается сейчас зайти в Смок, заходит и практически. У Смоков, я думал, что уже часть игроков прошла и он, возможно, кого-то подловит. Кстати, хитро играют просто, опять делят, кладут стену Смоков, но теперь друг... Что? Это Вокейшн. А, ноги, он, наверное, увидел ноги, но в итоге все-таки бомбу украли. Кинзор! Тоже мог пострадать, что-то незаконное залетает от Сотфика. 3 в 5 ситуация, просто прокрались на нижний план, при этом пронесли туда бомбу, это важно. Но готовы ли к этому Спирит? Вот в чем вопрос, сам Де Янг, есть минус по Никельбеку, 2 в 4. Ну вот здесь драконы должны спокойно добирать этот раунд в свой актив. Чоппер на рампе, неожиданная позиция, открывается дверь, полетела флешка, начинает просто заходить оставшиеся силами на базу бетча, расправляется с одним, но опять же мы увидим сейчас размену от Ай-дисбаланса, и тут вряд ли Кинзор что-то сможет извлечь для себя. Стабные планы команды Простол. Только пистолеты у Простошника в этом раунде, Ай-дисбаланс уже делает первый минус, находит Никельбека, и тут как-то что-то не пошло. И Киндер там вообще с глаком затыкал соцфик, это произошло в пристройке, Фларыч поставил отличный хедшот, однако мы видим, что сам Де Янг отключается и делает два минуса в ответ, продолжает жить, его Ай-дисбаланс с Фларычем пытаются найти, но сам Де Янг при этом еще и умудряется сделать минус, однако Фларыч все-таки получил уже, кстати, здесь два фрага для него в этом раунде, и ситуация один-два, и все-таки чоппер. Возможно, кстати, сейчас будет флешка через пристройку, а вот интересно, Молик на будку, начинает заход через Простол, Простол команда через пристройку, и Колди делает один минус, делает второй, ну как же нет возможности разменять, третий был очень близок, все-таки Никельбек находит этот фраг, погибает уже сам Никельбек, тут Айван подключается второй волной, но он один в два, очень тяжелый такой размен, и казалось бы, что сам вот выход смотрится симпатично и по гранатам, и в целом по синхронности, но Колди действительно был хорош на балке, сделал два важнейших минуса, теперь у Живания играет один против двоих. Кстати, времени более чем достаточно, парный врыв от команды Спирит, первый минус от Айвана, будет ли второй, скорее всего, нет. Простошники на размен забирать снайпера команды, ну и сейчас Сотфик, наверное, сделает минус пристройки, так и есть, и Киндер погибает, и дисбаланс, возможно, уже сейчас слышит движуху в контролруме, вот она движуха, вот они сейчас будут битые стекла, и как теперь атака еще будет изолировать вилку, это очень важно, через нее двигается Сотфик, прилетает сюда Молотов, Сотфик выключен из этого раунда, ну как же так, и дисбаланс в итоге падает, Сотфик все-таки подключается, делает два минуса в ответ, Айван и Никельбек против двоих, но проблема в том, что они растянуты по плентам. Ну, это, знаешь, как и плюс, так и минус. Главное, Айвану сейчас жить и дожидаться помощи тиммейта, собственно, это и происходит, а вот это провал, Айван забрал первого, по второму информации пока что нет, Колди, легкий минус. Он может ждать, он ждет, вот это поворот. Вот это IQ 338. Вот это поворот. Это man of the match. Первый, второй, изи катка для Колди. Дал свое преимущество, хотя, казалось бы, он был один против двоих. Ну, кстати, самый возрастной и опытный игрок команды Spirit, попытка выхода на верхний плент от команды Просто, размены далеко не самые лучшие. Анимешник. Ой, Якиндер. Последний против троих, но здесь закрыто. Якиндер уже думает о том, как разруливать ситуацию. У него была такая вот позиция закрытая, и он стоял, ну, он стоял все-таки так, что даже если бы он смотрел, в общем... Из основных проблем Простошников не удается добраться до установки бомбы. Как в прошлом, так и в позапрошлом раунде. Просто с этой задачей не справились, и, соответственно, вынуждены сливать. Ой-ой-ой! Сотвика загнали, ошибочка от Санда Йонга. Вроде бы бывает информация о проходящих игроках в нижней, но все же проигрывают одну за другой перестрелкой, ребята, и Spirit. Ё-моё! Ты видел? Они как, не знаю, как тараканы. Как тараканы, да. Расползлись по этой улице вообще. Во-первых, я бы отметил, там была флешка какая-то суперцарская. Я не знаю, как она кидается. В общем, Челс Ланга кинул флешку, которая ударилась, я не знаю, в какую текстуру, и залетела прямо вот перед пристройкой, взорвалась. И они очень быстро со скалы вот так вот по всей улице рассосались и со всех сторон просто затыкали, затыкали буквально игроков команды Team Spirit. И что самое интересное, друзья, обратите внимание на экономику команды Team Spirit. Если сейчас Якиндар и Кензор все-таки возьмут этот раунд, и у Spirit все будет очень плохо по деньгам, и возможно, возможно, это все-таки уже переворот для Pro100 в рамках первой половины. Как же все перевернулось в этом раунде? Вроде бы было эко у команды Pro100, а вот глядя на то, что осталось как у игрока команды Spirit, так и у Pro100, то все наоборот, фармган против двух полноценных девайсов, арморы. Итак, Чоппер, коктейль Молотова, попытка. Он взорвал Кензора, он сжег и взорвал. Изи катка. Есть закупка у Pro100, у Spirit по-прежнему экономические проблемы, и раунд проигрывать ни в коем случае нельзя. Интересно, понимает ли это Pro100? Айдисблана делает фраг в начале раунда на улице, Соцфикс фармом делает фраг тут же в ответ по фларычу, серия разменов. Сам Дайанг в итоге находит минус по Кензору, это была агрессия. Тим Спирит, и Чоппер хелпает, спасает своего тиммейта. Погибает уже у нас Якиндар, остается Айван один против троих, но здесь с Авиком будет очень тяжело разрулить всю эту историю. Вот они все братишки, которые погибли на улице. В этом раунде все пока тихо, спокойно. С АВП Айдисблана на рампес, МДН слазит у нас в вентиляцию, но на самом деле просто пойдут по улице. Там уже стена смоков, Айдисблана заметил своего оппонента, перетрял Якиндера, Соцфик топит смок. Но у него здесь намазано, намазано точно медом, и все пули летят куда надо. То есть он просто чувствует там вот этих вот своих оппонентов, которые как тушечки там скачут, а он их отстреливает периодически, даже не наблюдая, да, просто не имея прямой видимости. Выход на Б в итоге от про 100, 3 в 5. Тяжело будет даже поставить бомбу, все перекрыто. И, наверное, только смок, кстати, есть. Смок, наверное, сейчас позволят. Так, начинаются какие-то проблемы. Никельбэк делает фраг по Самдайангу. Здесь Айдисбаланс может быть уязвим. Фларыч забирает Чопера. Это 3 в 3. И это уже интересно. 11% у Никеля, 47 у Айвана, 100-ый практически Фларыч. Ну, по-хорошему, это надежда команды. Про 100? Там красный в окне в контролруме. А Айдисбаланс? Они проверят. Не проверит Никельбэка, Никель второй минус. Это красиво. Красный Колди против Айвана. 1 на 1. Но Айван не отдает такое. Там Молик! Ооо, все... У него особо и не было работы. Солфик делает фраг по Никельбэку. Тут Колди делает еще один минус. Что происходит? Это выход на А. Тут как-то совсем все плохо у Простос с разменами. 2 в 3 в итоге ситуации. 2 в 2 А. Айван и Фларыч могут взять этот раунд. Но Чоппер подключается. Как я говорил ранее, очень вовремя. Айван. А, кстати, он понимает, что 2 в пленте? Зачем Диггл, брат? Ну, зачем Диггл? Не до конца, походу, понимает. Профильный снайпер команды Простос. Но одному навесил. А отыгрывают через Уль. Отыгрывают по-разному. Но вот создается ощущение, что вот это та ситуация, в которой действительно у них, ну, должно как минимум работать. Есть размен. Ой-ой-ой, как тут неплохо все складывается. Айван Гейв. Как-то быстро и без шансов рассыпались драконы. Холд, тишина, тишина. Потом дык-дык-дык-дык. 11 в 4. Ну, интересные и реально по-разному развивающиеся события. Нам просто показали на улице. Просто, судя по всему, щипчиков на ретейке нет. Так, серьезные проблемы у Фларыча намечаются. Хотя 2 в 3, перестрелка. И пока что очень неоднозначно. Нигельбек Фларыч по минусу. И уже просто впереди. Ну, браво, пацаны. И ретейк смотрится не так опасно. Спирит вторым номером выступает. И теперь на верхней. А Нигельбек с Глаком бежит просто. А, не с Глаком, сори. П-2000. П-2000 все-таки я сплоховал. Ну что, мало времени здесь у Нигельбека. Ну, вся динамика была действительно, мы видели в коридорах на базе Б. Нигельбек двигается через пристройку. Ну вот как здесь проходить? Он думает вообще слева-справа взорвать. Но мы будем вам всячески мешать. Итак, Колди проверяет окна до конца или нет. От Нигельбека залетает отличный минус. А вот дальше зачем? Фларыч. Вот Фларыч не должен был погибать. Он просто выходит через дверь и его ловят без позиции. Знаешь, это момент, когда ты пытался помочь тиммейту, и в итоге вы вдвоем падаете. Ты не мог ему помочь. Юра, как бы я тебе помог, если бы ты сидел в контролруме, а я выхожу отсюда. Как я тебе помогу? Ну, расчет на то, что игрок будет двигаться боком к нему и убивать окно. Только так. Серии разменов. У них не было преимущества абсолютного. Они подождали чуть-чуть и вынудили своих соперников допустить ошибки. Сам Дайанг делает фраг по Нигельбеку. Это произошло на будке. В целом мы видим, что Team Spirit контролирует улицу. Айван, видимо, попытается еще здесь сделать фраг. Увиделся к своего оппонента. Слишком легко это было для Айвана. Статус-кво восстановлен. 4-4. Тут вопрос, именно там ли должен был гореть коктейль Молотова. Потому что Эдис Белланс чувствовал себя безнаказанной в этой ситуации. Колди, как он выигрывает эту перестрелку, забрал Фларыча уже. Большинство для команды Spirit. Ну и, возможно, последний раунд на картинюк. Кензер очень коварная позиция. Его проверяют, кстати, но не перестреливают. Сам Дайанг делает фраг по Игендару. Кензер справлю. А это, кстати, Ликвид отдали. Помните, тех самых в общей сложности 16 матч-поинтов отдали за две карты Ликвид команде Люминосити. Да, это бразильцы, которые выигрывали мажоры. Итак, выход на верхний плен. 2 в 4 ситуация. Айдис Белланс с Амдей Йонг против четверки команды Простой. И неужели здесь Spirit разрулят? Ой-ой-ой, это больно. Айвен получает по голове 7% здоровья. Как же он выжил в этой ситуации? Фларыч идет через перестройку. И жмется, кстати, также рампа. Здесь такой массированный выход со всех сторон просматривается. И, по-моему, услышали, да? Да, услышали, ребята, из Простой, что это перетяжка на базу B. Айдис Белланс с Амдей Йонгом будут пытаться разыгрывать этот раунд. Очень быстрая халпа через вилку. И здесь, видимо, просто попытается не отпустить своих оппонентов. Как ты... Хотел сказать, уходишь, но нет, Йокиндер не отпускает. Айдис Белланс против троих. Да ладно, как он промазал? Ну, это выстрел между ног, по-моему, был. Вроде же засчитал, а не? Так, Молик. Айдис Белланс понимает, что в Молик он гореть не будет. Дальше меняет позицию. Решил, кстати, не диффузить оппонент. Айдис Белланс. Йокиндер, но все-таки погибает. Чакры нужно открыть. Нужно чакры открыть. Итак, экономический раунд от команды Spirit. Spirit один девайс. Тот самый Кольт, который сохраняли драконы еще с позапрошлого раунда. Ну и попытка выхода на верхний плент. Игрок в пристройке. Кольди забирает Фварыча. А вот это уже интересно. Сам Де Йонг против двоих. Но нет, это поворот не туда. И вот он, Раш, Аплент, Аут Спирит. Смотрим, как справляется Никельбек. Это интересно. Ну, неплохо подгорели драконы в этом моменте. А вот простошники с этим выходом абсолютно не справляются. Три в четыре ситуация. Верхний плент под контролем. Команды Spirit. А вот теперь две снайперские винтовки постараются сделать ретейк. Миссия, по-моему, невыполнима. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум